С военной походой пророка Алейх Саратул Салам Среди ученых есть те, которые говорят, что было 29 военных походов То есть тех походов, в которых участвовал непосредственно сам пророк Алейх Саратул Салам Самыми важными из этих походов являются 7 Это Бедр При этом походе Аллах Субхану Аталия оказал помощь и поддержку Исламу и мусульманам Пророк Алейх Саратул Салам с частью сподвижников вышел из Медины При этом их намерением не было сражения Они хотели преградить путь торговому каравану Который принадлежал Хурайшитам Хурайшиты услышали об этом И вышли из Мекки, чтобы спасти свой караван Но караван он спасся сам Но все равно они захотели обязательно сразиться с пророком Алейх Саратул Салам Всевышний Аллах помог мусульманам И главы, лидеры, не веря, они были убиты Вторая битва, Второй военный поход, это битва при Охуде Вот эта битва, в том, что произошло при ней, здесь есть много мудрых моментов Один из мудрых уроков, который преподнесла нам эта битва Что любое ослушание, противодействие Аллаху или его послание Даже если это малейшее услышание, оно может обернуться наказанием И кроме того, это было уроком, чтобы люди могли понять, что им делать после смерти пророка Алейх Саратул Салам Или его называют еще Ахзаб Неверующие Мекки и другие племена неверующих, они собрались в огромное войско, пришли к Медине Они были извне Медины А изнутри Медины это были представители иудейских племен Это было большое испытание очищения для верующих Но Аллах, Субхану Тааля, отвел их Вот после этого события уже из Курайшитов никогда не выходило войско, чтобы сражаться с пророком Алейх Саратул Салам Была битва при Хайбаре, это было сражение с иудеями Было табук Фетх Макка Взятие Мекки Взятие Мекки И битва при Хайбаре Все войны походы пророк Алейх Саратул Салам Вне зависимости от того, участвовал в них сам или посылал людей Ни одного человека из стариков или людей, которые занимались поклонением не было убитых Или из детей Или из женщин И ученые, они даже собрав эту общую численность погибших числа неверно, говорят, что она не превышала за все время его походов тысячу или, согласно другой версии, тысячи двести человек Это может быть во время мировых войн за одну секунду погибает столько людей Пророк Алейх Саратул Салам не сражался ради сражения Он сражался с людьми для того, чтобы ввести их в религию Аллаха, стремясь к тому, чтобы они вошли в религию Аллаха Пророк Алейх Саратул Салам не начинал сражения с кем-то, пока не предлагал ему выбор Предлагалось ему принять ислам Если он не хотел это, тогда предлагалось ему выплачивать дизию Если и с этим не соглашался, вот тогда уже оставалось третье это сражение Ну